Балтбаяр и Бадам заведуют крупнейшим в монгольском городе Чойбалсан торговым центром. На полках российский сахар, макароны, гречка, масло и вообще. Кажется, будто половина ежедневного рациона обычного монгола произведена в России. Но это лишь иллюзия, говорят владельцы супермаркета. У нас есть товары из Европы, а из России немного. Бывает, но их недостаточно, потому что они едут к нам через Улан-Удэ, а потом в Улан-Батр. Прямых контактов с Читой у нас нет, а если бы были, заводить продукты стало бы быстрее и дешевле. Вслед за долларом вверх потянулся и китайский юань. Магазины, вставшие дорогой Манчжурии, закрываются, русские туристы туда больше не поедут. А значит, у Монголии есть все шансы стать для забайкальцев новой деловой и туристической меккой. Монголы это понимают, даже визы отменили. А вот русские соседнюю страну как будто не видят. Раскрытием глаза постарались в торгово-промышленной палате Забайкаля на выставке «Дорнот-экспо». Дается возможность нашим предпринимателям встретиться, пообщаться с друг другом, найти какие-то деловые контакты, представить свою продукцию, показать нашу открытость и ожидание на более тесное сотрудничество. Русское мороженое расхватали еще до начала выставки. А у полок с русскими тортиками началась настоящая давка. Как видим, монголам и в самом деле хочется видеть в магазинах больше русских товаров. Особенно пользуется успехом орнамент монгольский. Мы сделали специально по заказу для них. Они от него в восторге, без ума. Как они мне сказали, вчера вот приходил некий господин, сказал, что это обозначает некий символ, отгоняющий злых духов. То есть дома из него облицовывать или строить, они считают, что это очень даже хорошо. Помимо этого, члены Забайкальской торгово-промышленной палаты подарили одной из местных больниц новый отопительный котел. Старый больше напоминал русскую печь и совершенно не согревал учреждения. Подаренный же сможет отапливать еще и стоящий рядом детский сад. Во время поездки русские компании заключили с монгольскими 14 договоров о намерениях. В том числе между ЗАПТ-ТВ и местным независимым телевидением ТВ-6. Так что в ближайшее время ждите свежих новостей из Монголии. Никита Гребенников, Дмитрий Козлов, ЗАПТ-ТВ.